Здравствуйте, львы! Это будет прогноз на сентябрь для вас. В этот раз я использую золотое универсальное Таро и мистические кипперы для прояснения, для дополнения к некоторым картам, когда мне кажется, что неплохо бы прояснить, посмотреть дополнительно, что же это все-таки значит, дополнить какую-то карту Таро. Так, покуда в августе не было раскладов, я сейчас делаю сентябрьский расклад, одну карту выложу на август, чтобы посмотреть, какие события основные были у львов, либо события, либо атмосфера, которая царила в августе для вас. Я хочу сказать, что если августовская карта, ну никак не соответствует вообще, то есть это совершенно к вам не имеет никакого отношения, имейте в виду, что сентябрьский расклад может тоже не соответствовать. Ну, можно посмотреть для своего знака асцендента, луны, посмотреть у других тарологов и, ну, то есть найти тот расклад, который будет показывать вашу ситуацию. Так, львы. Мы смотрим сентябрь, но шаг назад в август, да, посмотреть, как там было, какой был месяц, какое основное событие. Так, самонастрой льва в сентябре, то есть это ваше вот состояние, да, какой вы будете, какая работа, деятельность, бизнес, учеба для тех, кто учится. Деньги, финансы, то есть доходы, расходы, как вы будете распоряжаться деньгами, может быть, какое-то важное событие покажут. Дом, семья, родня, быт, тыл наш, тыл, где мы можем ощущать себя в безопасности, да, эти люди, с кем мы связаны родственными узами или очень тесной дружбой. Любовь, романтик. У львов любовь, романтика. Если вы уже в отношениях, то это, конечно же, как будут складываться отношения с вашим партнером текущим. Если вы в свободном полете, то здесь насколько легко, удачно, можно кого-то встретить, наладить личную жизнь, как там будет все протекать. И здоровье, самочувствие. На дне колоды. Семерка кубков. Карта заблуждения, растерянности. Ну, помимо иллюзий, это еще карта каких-то непонятных предчувствий, сомнений, заблуждений, да, то есть человек витает в облаках, человек чего-то хочет. Либо очень много у него, ну, в данный момент перед ним всплыло разных возможностей, и он растерялся, потерялся, да, как бы, конечно, хочется много чего. Может, даже хочется все и сразу, неважно, но это же нельзя все объять. Поэтому надо что-то выбрать, да, а с этим проблемы у человека в семерке кубков, с этим проблемы, потому что очень много может быть много желаний, фантазий, такая эйфория какая-то. Или, наоборот, состояние не совсем приятной, растерянности, что же мне делать, что мне делать, да, в какой-то ситуации. Ну, что-то, к чему это показали, пока не знаю, но мы потом посмотрим. Значит, я смотрю, видны ли вам карты. Львы в августе, что показывают про ваш август, как карта охарактеризует? Напоминаю, что если совсем не в кассу, ничего такого подобного не было, никак не соответствует, значит, нет смысла тратить время на сентябрьский прогноз. В августе у львов двойка кубков карта любви, романтики, союза, встречи, два сердца встречи, то есть это любовь, дружба, может быть, примирение. Мог быть очень такой романтичный период. Вас могло, то есть это карта, когда нас влечет к кому-то или к чему-то. То есть, понимаете, у нас есть объект желания, и мы стремимся к этому желанию. Мы хотим, ну, если это человек, понятно, мы хотим быть вместе. Если это что-то, допустим, какое-то долгожданное место какое-то, в какой-то компании, которая нам очень хочется, да, то понятно же, что мы тоже стремимся, хотим и думаем об этом постоянно. Так, смотрим, проясняем эту киперами двоечку кубков. Что это? Карта высокая честь. Высокая честь может означать в действительности высокую честь, награду, какие-то почести, должность. Может быть, кто-то хотел должность очень. Может, даже кому-то предложили должность какую-то. Если это влечение, то это может быть такое, я не знаю, даже благородное очень чувство могло быть. У кого-то из львов. Или к благородному человеку, который действительно достоин уважения и восхищения. Но мне как-то показывают здесь вот так. Дорогие львы, не знаю, насколько это соответствовало тому, что происходило в вашей жизни, но здесь прямо у нас... Потом еще что? Двойка кубков. Это карта беседы с глазу на глаз. Ну, с картой высокая честь. Может быть, были беседы или беседа, или беседы с глазу... Важные для вас. С глазу на глаз не романтического, а такого какого-то... Не знаю. Мне кажется, это либо не просто делового, как по бизнесу, типа... Это что-то связанное с уважением, с почестями, с чем-то таким высоким, с чем-то благородным. Может быть, встречи были и беседы совсем даже не любовного характера, а именно такого вот, когда перенимаешь опыт или делишься опытом. Ну, то есть, мне что-то кажется, что это не только про любовь, конечно же. Так, сентябрь. Львы. Ваш самонастрой. О, молодцы, львы. Король жезлов. Мне нравится эта карта, потому что король жезлов... Да, безусловно, характерец у львов будет, мама не горюй. Потому что король жезлов – это не тот, кто терпит возражений. Это не тот человек, которым можно управлять, манипулировать и куда-то его там запихивать, вы знаете, там под каблук не загонишь такого человека никогда. То есть, мужчины-львы будут самостоятельны, инициативны, очень с характером, очень темпераментны, где-то ревнивы. Но зато человек неравнодушен. Понимаете? У него есть интерес в ком-то, в чем-то. Он хочет чего-то добиться. Хотя бы понятно, что человек не просто там как где-то что-то, извините, болтается. Он, у него есть стержень, у него есть смелость, безусловно. Ну, иногда, конечно, жару дает, окружающим, ажу сделаешь. Ну как, вы хотите, чтобы был и характерный, и темпераментный, и яркий, и стержень был, и зайка был? Так не бывает, понимаете? Это просто невозможно. Так не устроено в природе. Либо зайка, либо король жезлов. Это не значит, что человек очень харизматичный может быть. То есть настроение у вас такое решительное, смелое, настроенное что-то, либо заполучить, либо что-то преодолеть, либо с чем-то справиться. Потому что это карта смельчака, человека, у которого есть цели. И он к ним идет. И он их, извините меня, намерен добиться. И, по большому счету, обычно чаще всего добивается. Кстати, даже если вы женщина-лев, самонастрой никто не отменял. То есть вот такая вот решительная. Не просто женскими какими-то методами, а иногда даже напролом, напрямую, в лоб. Ну, то есть такая... В общем, львы, конечно, будут, да, потрясающий самонастрой. Я тоже так хочу. Ну, ладно. Мы рады за вас, дорогие львы. Правильно. Так и надо себя вести. Быть такими вот несгибаемыми людьми, которых не напугают какие-то мелкие странные штучки, мелкие неурядицы, какие-то препятствия, которые несущественные, которые не должны человека останавливать в достижении его целей. Так, смотрим. Работа, дела, бизнес, учеба. Верховная жрецкая. Прекрасная карта. Слушайте, кого-то из львов тут могли предложить должность или беседовать с человеком. Даже кто-то, ну, могли кого-то назначить на должность, судя по вот... Понимаете, по этим... Я сейчас даже двойку кубков, сейчас она хорошая, но... Видите, тут товарищ в короне, весь в одеяниях. И здесь у нас верховный жрец. То есть такое впечатление, что речь идёт о должности, что кто-то из львов получил должность, получит её в сентябре. Здесь, может, велись переговоры, разговор какой-то шёл, или собеседование было, или кто-то интересовался кандидатурой, да, а теперь вот вас туда продвигают и так далее. Если вы преподаватель, то, конечно же... Или учитесь, учитесь, или преподаёте. Карта великолепная. Если у вас... Как вам сказать? То есть, неважно. Вы человек, который работает... Ну, первое, я говорю, учит чему-то людей. Можете так же... В общем, карта хороша для тех, кто помогает людям, кто работает, трудится и делает своё дело не только ради денег, но и ради идеи, убеждения, которые верят, вот, верят в то, что делает. Карта просто прекрасная. Спокойный, очень, скажем так, в привычном режиме, в привычном для вас режиме, течёт работа в этом месяце. Может быть, повышение у кого-то. Уважение, почёт, безусловно, даёт нам жрец. Если вы учитесь, это может быть какой-то преподаватель, если у вас их несколько, это один, но это очень-очень хороший человек, который, ну, я говорю, верит в то, что делает, который предан своему делу, который очень уважаем. И это уважение не купишь за деньги. Он заслужил, он, она заслужил, этот человек годами работы и своим отношением к своей профессии и людям. Ну, то есть, карта просто великолепная. Если вы собираетесь пойти на курсы повышения квалификации, тоже, скорее всего, преподавателю просто шикарный попадётся. Если вы преподаёте, то вы будете этим человеком, который, ну, хотелось бы сказать, прям, ну, почти как гуру, понимаете? То есть, это человек, который действительно знает, что, знает своё дело, знает, что говорит, знает свой предмет, понимает и чувствует аудиторию студентов, учеников и делает свою работу, ну, в лучшем виде просто, в лучшем виде. То есть, карта замечательная. Так, то есть, вы будете на высоте. То есть, если вы занимаетесь, я говорю, преподавательством или каким-то образом, ну, если так можно выразиться, наставлением людей, даже если вы в социальной сфере, социальный работник, вам не обязательно будет каким-то там шишкой, да, для того, чтобы добро в мир принести, да. То есть, вы можете очень много сделать для людей, но, соответственно, для своей души пользы принести и людям, и себе хорошую карму наработать. То есть, ну, я не знаю, ну, очень хорошая карта. Но именно такая, для учительства, для наставления, для такого терпеливой работы с людьми, даже когда они несовершенны, да, или система несовершенна, но человеческий фактор, понимание и какое-то сострадание всегда играют, конечно, существенную роль и делают даже несовершенную систему вполне приемлемой. Так, деньги, финансы, доходы, расходы и то, как вы будете распоряжаться. Ну, здесь что-то у нас будет очень напрягаться. Лев, семерка жезлов. Либо вы будете прилагать какие-то усилия по поводу, для чего вот вы будете так стараться и усердствовать. Чтобы заработать побольше денег, может быть. Но здесь еще может быть что? Вмешательство в ваши финансовые вопросы кого-то со стороны. Я не знаю, с какой стороны, но это, понимаете, как говорится, они суют нос не в свое дело. Ну, вот так это выглядит в этой карте, понимаете? Ну, то есть могут вмешиваться, допустим, близкие люди на тему, зачем ты собрался или собралась это покупать. Надо не на это потратить, а на то. То есть, ну, понимаете, да, что по семерке жезлов мы обычно людей, мы пресекаем, мы отбиваемся, мы отстаиваем свою позицию. Карта борьбы. Борьбы и усердия. То есть, я говорю, что некоторые могут львы прилагать усилия, стараться для того, чтобы заработать побольше денег, хорошие деньги, чтобы как-то укрепить, что-то изменить в своей финансовой ситуации. Ну, здесь вмешательство, конечно, да, теоретически может быть в ваши финансовые вопросы. Может быть, кто-то будет, допустим, с таким состоянием короля жезлов, будучи там человеком уважаемым, или вы будете, может быть, это ваш начальник, или ваше высокое руководство. Может быть, вы приложите усилия для того, чтобы, ну, как бы, настоять, да, пробить какое-то там, ну, повышение зарплаты, да, объяснить свою позицию. Может быть, вы будете выбивать какие-то бюджетные деньги. В сентябре кто-то из львов. Ну, это может касаться ведь не только ваших личных денег. Это может касаться, если вы руководитель какой-то, да, вы можете бюджетные деньги выбивать у вышестоящих на дело, в том числе, на финансирование какое-то, пробивать. Что касается дом, семья, родня, близкий круг друзей, быт, тылы, у льва, девятка, пентакли. Какая прекрасная карта. Спокойная, красивая атмосфера. Каждый занят своим делом, да, чистота, красота. Не знаю, это очень карта богатства, карта, когда всё красиво украшено, когда действительно со вкусом всё подобрано. Ну, это я сейчас продум. Отношения очень, очень культурные и вежливые такие. Я не знаю насчёт эмоций, потому что в этой карте здесь в первую очередь подчёркнут этикет, да, что мы себе не позволяем лишнего. Очень все воспитаны хорошо, да, очень все вежливы, даже если какие-то там, допустим, нюансы, моменты. Люди себе не позволяют опускаться до каких-то там, ну, некрасивых поступков. Или никто никого не будоражит. У всех хватает ума, выдержки, ну, и какого-то, наверное, жизненного опыта. И даже прозорливости предотвратить лишний раз, допустим, какие-то сложные моменты. Ну, вообще, очень благоприятная атмосфера дома. И с родственниками тоже такие хорошие отношения. Все друг друга понимают, все чего-то добиваются в сентябре. Я думаю, что львы многие останутся очень довольны, допустим, тем, как дети учатся, тем, как у вас идут дела. Если к вам приходят гости, вам не стыдно показать, ну, как у вас всё прекрасно дома, да, ну, атмосфера я им иду, как это выглядит всё, у вас интерьер как всё украшено. Ну, в общем, львам есть чем гордиться. Что касается любви, близких отношений, романтики и личной жизни, здесь правосудие. Ну, честно сказать, да, про романтику, что можно сказать, когда мы видим правосудие? Какая тут романтика? Здесь нет, здесь есть объективность, серьёзный подход. Я не знаю, львы, это вы или ваш партнёр? Здесь может и так, и так сыграть, да? Ну, кто-то в отношениях, скажем так, чрезмерно строг или холоден, или и то, и другое может быть. Потому что правосудие – это из разряда такого вот какого-то должно быть так. Если это вот как-то не совсем так, значит, это неправильно. Сразу идёт какое-то осуждение, критика. Ну, и такое, вы знаете, как бы, ну, даже не давление, ну, требование и попытка, всё-таки ситуацию, так не хочешь, так, значит, всё. Значит, никак не будет, если так не хочешь. То есть вот здесь есть такой момент прохладненький. Если вы, лев, в отношениях с весами, то это может быть, может быть, как бы весы, не значит, что весы холодные, ни в коем случае. Но у весов есть такая черта. Вот это вот справедливость, вот это вот всё должно быть взвешено, всё должно быть честно, всё должно быть порядочно. И они стремятся к этому. И вот это вот какое-то иногда, вот эта игривость и нестандарт, не всегда им понятен, наверное. Не хочу никого обидеть, а то будут сейчас весы смотреть, допустим, на знак лев и скажут, вот, мы не такие, мы игривые. Я говорю про типичных весов. Что всё-таки больше, безусловно, у весов есть и чувство юмора, и всё. Но тут больше разума в этой карте, больше объективности. Но если, смотря в зависимости от того, какие у вас отношения, может быть и строгость. Причём иногда чрезмерная. Я такая, что любые прыжки, любые проявления чего-то не того строго караются и критикуются. Сейчас посмотрим. Посмотрим, что же нам правосудие-то скажет, которое лежит в любви и романтике. для львов в сентябре. Что это за правосудие? Подождите. Кто-то здесь очень сильно расстраивается, не знаю, в связи с чем. Очень много каких-то тревожных мыслей, эмоций. Тревожные мысли и надежда, большие воды. Да. Надежда большой воды, надежда, большие воды, не поймёшь, здесь точка, по-моему. Но это не важно, короче. Это карта эмоций. Карта вот такого вот процесса, который, понимаете, как водопад сложно остановить, так и поток эмоциональный очень сложно остановить. А здесь у нас тревожные мысли, нехорошая картинка, что дядечка так на краю обрыва встал и смотрит так на это бушующее море, что он там задумал дурного. Ну, то есть, кого-то переполняют эмоции, и от этих эмоций появляется, конечно, кто-то волнуется, переживает очень сильно. Правосудие. И, может быть, ну, не знаю, из-за того, что есть переживания, человек себя внешне может вести очень так резко, холодно, сухо, и вот, ну, как бы, может быть, пытается себя таким образом, типа, держать в руках, или не показать вот этого всего, что внутри, понимаете, поэтому так вот, как бы, маска одета. старший аркан справедливость может вас в сентябре, дорогие львы, взывать к принятию решения. Может быть, это вам страшно, принять это решение, может быть, вы очень эмоциональны, может быть, вас одолевают какие-то переживания, но решение надо будет принимать не на импульсах, не на порывах, а буквально вот взвесив все, посмотрев, рассудив, оценив ситуацию, и тогда только принимать решение. Правосудие, карта кармическая, надо это помнить, и она нам, эта справедливость, что-то воздает. У кого-то, если у вас, допустим, вы лев, и у вас есть бывшая, или вы львица, и у вас есть бывший, ну, супруг, конечно же, супруги, с кем вы были каким-то образом связаны, ну, потому что иначе у вас, с чего бы были какие-то юридические, документальные, легальные дела, да, ну, может быть, в этом месяце вы что-то решаете, кто-то может разводиться, конечно, такое может быть, и этот развод может вызывать бурю просто вообще всяких эмоций, и у кого-то там может и до отчаяния доходить, то есть вообще такие мысли могут быть разные, переживаний много, конечно. Если кто-то женится, что тоже не исключено, ну, тогда уж столько волнений, что аж прям, ну, мандраж какой-то присвадебный, дикий просто, или вот вы собираетесь заявление идти подавать, а у вас все, у вас просто, ну, знаете, как вот эти, начинаются тревоги одолевать, и мы как сумасшедшие мечемся уже и убежать готовы, ну, то есть здесь, конечно, очень много эмоций за вот этой вот, за маской хладнокровия, типа равнодушия, полнейшей такой вот холодности, объективности, там кроются какие-то очень-очень сильные переживания и эмоции. Не знаю ли вы, ваши или того человека. Если у вас какие-то негативные эмоции, переживания, вам тоже бы неплохо порядок навести в своей душе, в мыслях, если это связано особенно с кем-то, кто не рядом, кого нет, кто не захотел быть с вами, например, или что-то. В общем, поступайте с людьми так, как бы вы хотели, чтобы поступили с вами. Вот. Золотое правило в личной жизни, в любовных отношениях в этом месяце для львов и львиц. Самое лучшее. Вы себе сделаете, окажете добрую услугу, если будете так вести себя. Потому что мы всегда знаем, что, допустим, как бы нам не хотелось, чтобы мы с нами поступали, как бы нам хотелось, ну, соврать себе очень сложно, да, по большому счёту. Никто не хочет ни быть ни обиженным, ни брошенным, ни раздавленным. Поэтому. Так. Здоровье, самочувствие, влюблённые. Влюблённые карта, конечно, неплохая и может говорить, безусловно, о таком вот периоде обновления даже. но, если у вас есть проблема с любыми парными органами или руками, то есть руки, плечи, да, лёгкие, всё, что пара, всё, что пара у нас, почки, лёгкие, я не знаю, но уже я всё буду перечислять, даже щитовидка, потому что две доли, всё, что два, 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 пара, 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 конечно, это может, может быть, есть смысл проверить, да, или, если вы вообще, как бы, это периодически контролируете. Ну, есть же люди, у которых, допустим, там, слабоватые, лёгкие, да, и человек регулярно ходит на флюорографию делает, то есть проверяется, чтобы всё было нормально. То есть надо обратить внимание, это старший аркан, на вот эти органы и части тела. Ну, всё равно, так как влюблённые, это карта эмоциональная, карта привязанности, влечений, карта пары, то, что каждый человек, как бы, да, ищет пару, каждая тварь по паре. Может быть, для кого-то, вот, то, что происходит между вами и вашим близким человеком, может отражаться каким-то образом, по крайней мере, на вашем эмоциональном состоянии существенно. Может быть, вам надо какое-то решение будет принять. Не знаю, будете ли вы вынуждены, или, как говорится, было бы неплохо, не обязательно, что в обязательном порядке, но старшие арканы в вашем раскладе львы, это верховный жрец на работу, дела, бизнес и учёбу, очень хорошая карта, на любовь, отношения, романтику, не совсем романтичная, но зато очень такая вот конструктивная, объективная карта правосудия, и на здоровье старшие арканы, влюблённые, то есть три старших аркана у вас. Значит, эти сферы, на которые надо обращать внимание, потому что они важны. Ну, у кого-то, конечно, может, что-то где-то, если у вас есть такая склонность, ну, конечно же, не у всех. Если вы здоровы, у вас всё будет прекрасно. Единственное, что, если вы, я бы так сказала, в общих чертах, терпеть не могу здоровье, в общем раскладе, но, значит, в общих чертах, если вы совсем здоровый, молодой человек, у вас всё прекрасно, тогда вы будете себя нормально чувствовать, но, если между вами в паре есть какие-то тёрки, или волнения, или вы очень сильно переживаете, потому что там что-то, то это может немножко, как бы, вам портить настроение и на ваши эмоции, на ваших эмоциях отражаться негативно. Здесь у нас мужичок, который в баре такой вот бледненький, зелёненький, выпивает, сидит. Кстати, о выпивке речь, да, что для кого-то из львов, ну, у кого есть такая проблема, да, может быть, вам надо будет, могут, допустим, предложить выпить, но это ваше право, ваше свободное воле, соглашаться или нет. Нет, потому что может быть какой-то, ну, как соблазн. Для людей, ну, у кого есть пристрастие к выпивке, что могут соблазнять, предлагать, в смысле, выпить, допустим. Ну, допустим, человек закодировался, не пьёт, да, или человек старается вообще не пить, да, а тут кто-то там, или у самого человека может возникнуть соблазн. Ну, в общем, как-то так. если парные органы периодически пошаливают, то может опять в очередной раз что-то где-то быть вот не совсем стабильно, и это может вас тревожить, волновать и огорчать. Ну, мне кажется, что ещё есть такой вот в этой карте элемент накрутки слегка у этого человечка. Так, ещё раз. Ну, всё-таки, не знаю, у кого-то могло быть в августе и очень-очень такое какое-то благородное, красивое, замечательное событие, я не знаю, воссоединение, примирение, что кто-то очень важный для вас, важный в вашей жизни вас понял, вот, что мне ещё, понял, понимание такое, да. Ну, допустим, вы встречались, может быть, там, родители были против, да, а тут вот там отец сказал, да, ты знаешь, ничего, она нормальная девчонка, там, женитесь, раз любите друг друга, ну, такое вот могло бы. Ну, я сейчас фантазирую, конечно же, это какая-то фантазия, но я просто смотрю на карты и пытаюсь какую-то вот историю из этого сложить. Не, ну, в принципе, мне кажется, хорошая карта, только вот за это, говорю, за этим решением стоит очень много эмоций, слишком много эмоций, слишком, шкам в личной жизни. А если вы понимаете, что вы должны принять решение, что вам кто-то все нервы вымотал, и оно не имеет смысла, то опять-таки принятие этого решения сопровождается большими-большими волнениями и переживаниями, если решение не совсем хорошего рода, да, что надо уже вот взять и, ну, то есть взвесила все за и против, взяла теса, как рубанула. Но тяжело бывает это сделать. Ладно, я вам желаю удачи, дорогие львы, у вас хороший расклад, старшие арканы, их три, но они все хорошие. Удачи, любви, пока. Редактор субтитров А.Семкин